Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свои комментарии под видео. Поехали! Молдова рассчитывает на поддержку Украины в вопросах противодействия контрабанде и отмыванию средств. Об этом заявила президентка Молдовы Майя Санду во время пресс-конференции Democracy in Action – Zero Corruption Conference. Я обсуждала вопрос контрабанды с президентом Зеленским и рассчитываю на поддержку Украины в этих вопросах. Но также, когда речь идет о противодействии отмыванию денег, мы требуем и нуждаемся в участии международных организаций прокуратур в других странах. Ведь эти деньги часто оказываются за рубежом в других странах, заявила Санду. По ее словам, противодействие контрабанде и отмыванию денег должно проводиться слаженно, потому что у используемых махинаторами схем нет границ. Она отметила, что в Молдове объемы незаконных финансовых потоков достигают 1 миллиарда долларов ежегодно. Санду отметила, что это огромная сумма и для Украины – значительно больше. Также президент Молдовы Майя Санду объявила о запуске независимого антикоррупционного совещательного комитета, органа которой будет заниматься расследованием и публичной коммуникацией о коррупционных делах высокого уровня. Об этом объявила пресс-служба президента, пишет «Европейская правда». Новый орган будет также анализировать препятствия для эффективной борьбы с коррупцией и давать рекомендации для улучшения законодательной базы в этой сфере. К сожалению, государственные институты, задачей которых является предупреждение коррупции и борьба с ней, работают значительно медленнее, чем коррумпированные группы, раскрадающие страну. «Наши партнеры понимают, насколько серьезна эта проблема и готовы помочь нам», – заявила Санду на пресс-конференции. Независимый антикоррупционный совещательный комитет будет состоять из шести членов, из которых трое будут молдавскими и трое – международными экспертами. Представителями от Молдовы стали Алина Раду, Тамара Разина и Надежда Хребтьевски. Из международных экспертов в него вошли Джеймс Вассерстром, США, Лаура Штефан, Румыния и Драга Кос, Словения. Как отмечается, экспертов отобрали в консультациях с международными организациями, специализирующимися на борьбе с коррупцией. Комитет сам по себе является результатом просьбы президента к партнерам помочь Молдове в борьбе с коррупцией, – отмечается в сообщении. Деятельность комитета будет осуществляться с финансовой поддержкой ЕС, правительства США и других доноров. Напомним, на встрече в Киеве в начале января 2021 года Санду и Зеленский создали президентский совет, призванный восстановить диалог между Украиной и Молдовой на высшем уровне, чтобы придать ему динамический характер и создать необходимые предпосылки для стратегического двустороннего сотрудничества.